Друзья, всем привет! С вами снова Ольга. И сегодня я хотела бы поднять тему внешности в Южной Корее, а именно отношения корейцев к своей внешности. Дело в том, что в последнее время на просторах интернета бытует такое мнение, что корейцы, видимо, не совсем довольны своей внешностью. Именно по этой причине они делают пластические операции, то есть Корея это лидер, страна лидер по пластическим операциям. Они меняют себе форму носа, они меняют форму глаз, они отбеливают кожу, все делают возможное и невозможное только для того, чтобы хоть как-то походить на европейцев. Так ли это? Забегая вперед, скажу сразу. Нет, это не так. Ну или, по крайней мере, корейцы хотят походить на европейцев ровно настолько, насколько европейцы хотят походить на темнокожих африканцев, увеличивая себе губы-варейники и загорая в солярии до такого смуглого загара, цвета кожи. Хорошо, откуда же тогда растут ноги у этого заблуждения? Да, именно заблуждения. Приведу пример. Допустим, в Корею приезжает семья. Это муж, жена и дети. Беленькие, голубоглазенькие, все как положено. Вот. И когда они идут по улице, они в свой адрес слышат очень много комплиментов. Особенно это старшее поколение. Бабушки подходят к детям и щупают их за щечки и говорят, какой ваш ребенок beautiful. Откуда у родителей естественным образом появляется убеждение, что корейцы восхищаются вот этой европейской внешностью и считают, что европейские дети более красивы, чем корейские, например. Так ли это? Абсолютно над, друзья. Корейцы, как и любая другая нация, они считают себя самыми красивыми в мире. И это нормально. Каждая нация считает себя самой красивой в мире. Это я вам гадаю 100%. Я когда училась в университете, здесь на языковом отделении, то есть в Корее, когда ты приезжаешь, поступаешь в университет, ты два года изучаешь язык и потом только уже какую-то профессию. Так вот, за эти два года я насмотрелась очень много иностранцев. Это такой был сплошной интернационал. Там были индусы и французы у нас, и китайцы, и японцы, и американцы. В общем, кого там только не было в нашей группе. И когда заходила речь какая-то про внешность, были у нас там разные разговоры, темы, на уроки поднимались довольно-таки социальные. И когда зашла речь про внешность, каждый, в основном там были парни, учились почему-то, и каждый парень просто с пеной у рта доказывал, что их девушки самые красивые в мире. Особенно мне запомнился индус. Он прям так приводил какие-то факты, приводил какие-то доводы, что вы что, это же всемирно известный факт, что индианки самые красивые в мире. И так он это все доказывал. Но это было довольно забавно. То есть не отставал там и француз, и японец, и каждый там такой орыс стоял. Каждый доказывал, что именно их девушки самые красивые в мире. Так что здесь не стоит заблуждаться. Абсолютно каждая национальность считает себя самой красивой в мире. Русские здесь не исключение. Поэтому у корейцев с этим все в порядке, никаких проблем нет. Они своих детей также считают самыми милыми. Но здесь принято, в принципе, восхищаться детьми. А так как беленькие дети, они все-таки выделяются из толпы, пока еще, хотя уже в Сеуле очень много иностранцев европейской наружности, тем не менее, все равно это пока еще диковинка такая. И когда они видят беленького ребенка в толпе, оно привлекает внимание. Это естественно. Ну а когда уже привлек внимание ребенок, то там, конечно, и посыпались все эти хвалы. Почему я так говорю? Потому что я вижу постоянно, как восхищаются корейцы и своими детьми. Причем не всегда симпатичными, как на мой взгляд. Всеми детьми абсолютно одинаково восхищаются. Но обычно на улице не так, а в каких-то, может быть, закрытых пространствах, где есть такая возможность. То есть на улице они не могут каждому ребенку подходить и восхищаться. А, например, где-нибудь в лифте, в торговом центре, это происходит постоянно. Я постоянно становлюсь свидетелем такой картины. Заходит мама в лифт с ребенком, неважно какой внешности, и все начинают его улюлюкать, усюсюкать, трепать за щечки, говорить, какой он красивый, божественно. Конечно, это нормально, это стандартная реакция в Корее. Просто в европейских странах, ну, по крайней мере, в России, про другие страны ничего сказать не могу, я там не была. Но в России это не принято. Это не принято, а в Корее это принято. Поэтому если они нахваливают вашего беленького ребенка, то только потому, что они это делают абсолютно со всеми детьми. И потому что ваш ребенок выделяется из толпы. Вернемся к нашему примеру. Мама, мама этого семейства, она всегда, в принципе, в 99% случаев, за редким очень исключением, она может подработать моделью. Из чего мамы, из чего же женщины, русские девушки, они делают вывод, что корейцы просто боготворят любую европейскую внешность, они считают ее красивой. Но, может быть, я сейчас кого-то разочарую, может, кого-то обнадежу, друзья, но это совсем не так. Просто иногда для рекламы, для концепции, для рекламы какого-то продукта просто подразумевается наличие европейской внешности, европейского лица. Может быть, это будут какие-то коляски, может быть, это будут какие-то памперсы. Не важно, что если такой европейский товар, то предполагает он наличие европейского лица. Не всегда нужна модель, не всегда нужна красивая женщина, девушка. Подойдет любая в этих случаях. В Корее также работают профессиональные модели из Бразилии, из Европы, из Украины, из России. Очень много моделей работает профессиональных именно, но также и в какой-то простой рекламе такой, незамороченной, любой человек европейской внешности может пригодиться. Как мужчины, так и женщины. Так что здесь тоже не стоит обольщаться. Хотелось бы заметить, что корейцы очень четко разбираются в стандартах красоты. Как вы знаете, стандарты красоты, они в мире одинаковые везде. То есть, это идет пропорции лица. Не важно, там круглые голубые у вас глаза или миндалевидные карии глаза. Это абсолютно не важно. Важны только пропорции. И во всем мире они практически одинаковые. Поэтому здесь корейцев не обманешь. Они видят все ваши недостатки. Они как сканером просто сканируют ваше лицо. И они видят, где у вас там нос бульбочкой, да, или губы тонковатые, там, или еще какие-то недостатки. Они это все прекрасно видят. То бишь, они разбираются в стандартах как азиатской, так и европейской красоты. Это точно, я вам говорю. Вы сейчас возразите, то почему же тогда корейцы делают так много пластических операций, если они считают себя самыми красивыми и самые-таки довольные своей внешностью. Дело в том, что сложилось так, что корейская медицина и пластическая медицина, в частности, она очень развита хорошо в Корее. И она очень доступна. В этом вся причина. Она очень доступна. Сделай такой же качественной и доступной медицину в России. Я вас уверяю. Каждый, наверное, не каждый второй, а каждая женщина нашла бы, чтобы в себе изменить. Вот просто я тоже, я всю жизнь мечтала, когда мне было 20-25 лет, если бы мне кто-то дал такую возможность, предложил, качественно и недорого, ну, в смысле, дорого, но если бы это мне было доступно, изменить свой нос, я бы его изменила даже вот не задумываясь. Просто у каждой женщины, ну, и у мужчин как бы тоже бывает, есть какие-то комплексы, какие-то недостатки, которые она сама в себе видит. И будет такая возможность, я считаю, что здесь вообще независимо от национальности, каждая женщина бы себе что-то изменила. Посмотрите на звезд российских, там, по-моему, нет ни одного человека, который в себе что-то не меняет. Это нормально. Поэтому корейцы здесь не исключение. Если они делают двойное веко себе, да, вот про двойное веко, самая частая такая операция, нет, самая частая, по-моему, идет нос, вот нос, именно нос, почему-то всегда это комплекс у людей, особенно у женщин. Вот, а второй, по многочисленности, это двойное веко. Значит ли это, что они делают двойное веко, они хотят похожим быть на европейца? Друзья, нет. Я, наверное, сейчас для кого-то открою Америку, но корейцы рождаются с рождения, есть двойное веко, наверное, у половины детей. То есть не все, абсолютно не все корейцы рождаются без двойного века. И есть те, кому повезло, кто так родился, и есть половина людей тех, которым не повезло, ну, как они считают, да, и они себе делают это двойное веко. Но, опять же, это такое веяние моды. Сейчас эта мода уже проходит, к счастью. Мне не нравятся вот эти вот двойные веки все у корейцев. Мне нравятся их настоящие вот такие вот красивые глаза. Как у них считается, что глаз должен быть похож на лист ивы. Вот такой вот разрез глаз. Считался испокон веков самым красивым разрезом. И я поддерживаю. Мне очень нравятся натуральные корейцы без вот этих. Если вы натурально родились с двойным веком, вашему лицу это подходит. Мне нравится, как это смотрится. Но когда вот оперируют, это уже как-то вот что-то не то. Ну, как бы многим нравится, многие хотят. В основном это идет все из сериалов корейских. Какие-то актрисы, может быть, актеры, имеют двойное веко. И вся страна поголовно бежит подражать этим звездам. Есть такое в Корее. Они любят копировать, подражать вот этим своим звездам. Ну, для них считается это нормально. Почему бы и нет? Опять же, если взять белую кожу. То же самое. Корейцы рождаются просто с белой белоснежной кожей довольно часто. И испокон веков, как в России, как в Европе, так и в Азии, всегда эталоном красоты считалась белая кожа. Помните, еще в древности гейши выбеливали себе, и корейцы выбеливали всю жизнь, и европейцы. Вспомните фильм «Барышня-крестьянка». То есть барышня всегда должна быть с фарфоровой белой кожей, а крестьянка – это такая загорелая кровь с молоком девушка была. Вот, поэтому это абсолютно во всем мире был культ вот этой белой кожи. Просто сейчас в Европе какие-то перемены произошли, мода меняется, а в Корее, вот как была она символом, да, такой вот красоты женской, так она и осталась. Плюс защита от солнца – это, конечно, в целях здоровья тоже полезно. Солнце, как вы знаете, вредно. Ну, в больших количествах. Немножко загорать можно, но немножко солнечные лучи получать нужно, я считаю, что это витамин D и все такое, но вот так, чтобы прям проявился загар, это очень вредно. Вот. Поэтому, да, есть люди, кому повезло, кто родился с такой кожей, а есть люди, которые, ну, просто с муглами рождаются. Ну, хотят, хотят белую меккать кожу, и они отбеливают ее. Why not? Why not? Кстати, в последнее время в Корее очень много появляется соляриев, тоже мода меняется, и люди, особенно, которые работают в сфере, там, фитнес-услуг, фитнес-тренера какие-то, женщины, мужчины, они все усердно загорают. Просто я год назад примерно тоже бредила этим фитнесом, ходила там, качалась, качалась, и я ходила в солярии. Это, кстати, очень дорого. Я, по-моему, там за 10 сеансов 600 долларов я отдавала для такого вот красивого оттенка, и он у меня, в принципе, за два месяца потом смылся. На счастье моему мужу, наверное, все-таки большинство корейцев предпочитают белую кожу, особенно у девушек, парни загорелые. Даже в Корее сейчас модно, если вы на пляже где-то посмотрите, очень много сейчас стало таких загорелых в плавочках парней, накачанных обязательно. Если ты не накачанный, то лучше оденься, как говорится, да? Ну вот у них стало сейчас модно демонстрировать свое накачанное красивое тело, и они загорают, и они ходят красивые вот эти мачо по пляжу. Еще несколько лет назад такое было просто нереально увидеть, а сейчас это все растет и растет, и девушки загорают. Но как бы это все равно остается еще небольшой процент. не такой, скажем, как в России, в Европе, там загорают намного чаще. В общем, как-то так, друзья. Я надеюсь, мне удалось донести главную мысль этого видео до вас, несмотря на то, что довольно трудно мне дается это. Мне там в комментариях уже написали, что вас невозможно слушать, у вас слишком много слов-паразитов, вы говорите непонятно, на непонятном каком-то языке. Я прошу прощения, я вам обещаю, что я буду исправляться, просто у меня отсутствовала практика на протяжении ровно половины моей жизни, 18 лет, 18 лет из 36 я не общаюсь на русском языке практически, но исключение это с мамой по скайпу. Все. Кстати, я зато хорошо пишу, я пишу как Пушкин, и это у меня наследственно, это у меня в маму. Никаких усилий я к этому не прилагала, просто я вот как-то родилась, и я хорошо, грамотно, и могу написать там за полчаса целую книгу. Вот так я здорово пишу, так что, друзья, не все со мной так потеряно. Ну, а вот эти вот разговорные навыки ораторские, я надеюсь, что они у меня когда-то будут на приличном уровне. И возвращаясь к теме видео, я вам рассказала, как относятся корейцы к своей внешности, как они относятся к внешности европейцев. И сейчас на примере фотографий я покажу вам, какие предпочтения у корейцев во внешности, и в европейской, и в корейской, какие стандарты красоты. Они немножко, чуть-чуть отличаются от стандартов красоты в Европе, в Америке в основном, даже не столько в Европе, да, как в Америке. Вот эти голливудские звезды, это очень сильно отличается от стандартов красоты в Корее. В общем, все, сейчас вам расскажу и покажу. Вот так выглядит идеал внешности в Корее. Это компьютерная графика. Как вы можете заметить, идеальным считается лицо правильной яйцевидной формы, без каких-либо выступов, челюсти или скул. Если применить примитивную лексику, в Корее рулит милое лицо. Кукольная, детская, невинная, как хотите, называйте. Роковые красотки в западном понимании с классическими такими чертами лица здесь не приветствуются, как и не допустим слишком яркий макияж, например. Вообще, понятие сексе не имеет здесь такой силы, как на Западе. Местные парни мечтают скорее о фарфоровой куколке, нежели о секс-бомбе с какими-то округлыми формами. Многие голливудские звезды здесь вообще не формат. Большой рот, ярко выраженные скулы, томный сексуальный взгляд. Такой девушкой можно скорее напугать корейца, нежели очаровать. Даже Анджелину Джоли, такой образец красоты на Западе, они бы подправили, явись она на прием к местному хирургу пластическому. Ей подпилили бы челюсть и закачали немножко жира в щечки. Кто из наших звезд пришелся бы по вкусу корейца? Несомненно, это несравненная Елена Корикова в образе барышни с идеальными чертами лица. И вот эта актриса, не помню ее имени, к сожалению, но она играла в моем любимом фильме «Мой ласковый и нежный зверь». Напишите в комментариях, как ее зовут. К сожалению, я забыла. Вот, она тоже довольно прекрасная, красивая по корейским стандартам. Вот девочка Кристина Пименова, она модель, чуть ли там не самая лучшая в мире, по-моему. Конечно, это потрясающе красивый ребенок. И много еще можно перечислять. Парни, про них, как всегда, забыла. Парень самым главным образом должен быть высоким. Высоким, худощавым, но с широкими накачанными плечами. И это 90% успеха. Лицо корейских парней, как правило, стандартно они все красивые. Редко встречаются какие-то неказистые. Поэтому, да, главное здесь фигура. Друзья, как всегда, я забыла про самый главный пункт. Вот что бывает, когда не планируешь свою речь. Надо было все записать, сконспектировать. Тогда было бы мне намного легче. И я забыла такую самую главную деталь. Я не раз слышала уже такие убеждения от туристов, которые побывали в Корее или которые живут какое-то непродолжительное время здесь люди. Они утверждают, что в Корее настолько все красивые, корейцы настолько помешаны на красивой внешности, что если ты немножко не удался, так сказать, внешне, то тебе здесь и работу не найти, и замуж не выйти, и не жениться, и вообще ты будешь полным лузером по жизни. Это абсолютный бред. Это абсолютный миф. Если вы посмотрите на обычную корейскую жизнь, везде работают абсолютно обычные люди. Ходят по улицам обычные люди, женятся, выходят замуж, рожают детей и толстые, и лысые, и кривые, и косые. Всякие разные люди живут обычной жизнью. Никакого вот этого вот зашквара нету по поводу внешности. Единственное, что корейцев отличает немножко, может быть, от каких-то западных стран, это то, что корейцы всегда выглядят ухоженно. Они всегда стильно одеты, они всегда красиво причесаны, у них всегда чистые, красивые руки, маникюр. Они, ну, в общем, они выглядят на все сто. Это правда. Корейцы следят за своей внешностью. Если вы приходите устраиваться на работу, ну, мне кажется, это вообще во всем мире так, если вы выглядите хорошо, то и отношение к вам, как говорится, лучше, чем к тому, кто не следит за своей внешностью. В Корее считается, что если человек наплевательски относится к тому, как он выглядит, то он также наплевательски будет относиться к своим обязанностям на работе. Вот и все. Я считаю, что это нормально, в этом нет ничего плохого. По корейским улицам очень приятно гулять. Действительно, парни все такие симпатичные, все чисто красиво одеты, модно, очень модно одеты, да, все отмечают, кто приезжает в Корею, что корейцы очень модно одеваются, потому что им это доступно. Вещей, одежды очень много, она недорогая, она доступна каждому, корейцы меняют ее постоянно, под моду подстраиваются, и в этом плане, да, косметики тоже очень много, как вы знаете, корейская косметика, она очень популярная, и каждый может себе позволить ухаживать за собой, и это здорово, это круто, в этом нет ничего плохого. Поэтому, если вы какой-то полный, может, у вас какие-то дефекты лица, это вообще не важно. Как и в любой другой стране, человека только встречают по обложке, но когда вы начинаете общаться, дружить с какими-то людьми, они вас уже ценят за совсем другие качества. Поэтому не парьтесь, приезжайте, если вы красивы душой, вы сразу, люди поймут, что вы красивы и внешне, и с этим вообще никаких проблем в Корее нет. Вот. Теперь, по-моему, я сказала все, что хотела. Не прошло и полгода. Всех вас люблю, всех обнимаю, и до новых встреч. Пока! Пока!